Спектакль с пультом управления. В областном театре кукол готовится премьера высокотехнологичной постановки. Привидение в лифте. Бразильское телевидение борется за рейтинг сомнительным способом. Ваше благородие, госпожа Фортуна. Юные кемеровские хоккеисты вернулись из Кирова с медалями. Что наша жизнь, игра, этот девиз знаменит от телепередачи «Что, где, когда» прозвучал в столице Кузбасса. Сегодня прошел молодежный профсоюзный турнир. За игрой участников наблюдалась съемочная группа нашего телеканала. Нам скучать некогда, утверждает лидер Молодежного совета Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Каждую неделю проходят интересные и полезные мероприятия. Турнир по брейн-рингу не исключение. Алюминиевые профи, прометейл, КСМ, профсоюзные стиляги и пырзыка. Так назвали участники своей команды. Представляют они профсоюзные организации угольщиков, энергетиков, металлургов, работников здравоохранения. Стиляги, например, приехали из Прокопьевска. Одна команда из Ленинска-Кузнецкого, одна из Новокузнецка. От профсоюза здравоохранения выступила сборная из разных городов Кузбасса. Игра по правилам настоящего брейн-ринга. Вопросы для игроков не только по профсоюзной тематике, но и общеобразовательные. Средний возраст участников 25 лет. Сегодня за столами идет игра, а завтра им предстоит эти вопросы решать уже на производстве и в жизни. Идея, она витала в воздухе, потому что, наверное, интеллект, развивать интеллект – это желание каждого человека, а поддерживать развитие интеллекта – это, конечно, задача профсоюза. И только интеллектом мерились участники турнира, но и силы мускулов и меткости удара. Соревнования по боулингу – следующий этап встречи команд. Жюри Олег Маршалко. У председателя Федерации профсоюзов Кузбасса КВНовское прошлое. Он сам был капитаном команды-победительницы, когда работал в Новокузнецке на металлургическом предприятии. Молодцы, они проявили свою эрудицию нормальную, то есть осведомленность во многих вещах. Но для нас важно, чтобы это были игры командные. Для нас важно, профсоюз – это вообще-то команда, это союз. И то, что молодые ребята и девушки проявили себя как команды, вот это здорово. Самыми умными оказались игроки команды «Пырзыка», которая представляет сборную профсоюзов здравоохранения. А в боулинге равных не было металлургам из Новокузнецка. Елена Мешкова, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. Современный спектакль – это уже не только актеры и режиссер, но и высокие технологии. В областном театре «Кукол» идет настройка оборудования нового спектакля «Василиса Прекрасная». Репортаж с монтажной площадки в нашем сюжете. Такую необычную команду подает режиссер спектакля Дмитрий Вихрецкий. И новая постановка в областном театре «Кукол» тоже новаторская. Это театр теней, но не привычных черно-белых, а цветных. Как детский сон, как мультфильм. Но за кулисами куклы выглядят не так нарядно, как на экране. У меня в руках сейчас находится «Василиса Прекрасная», кукла теневого театра. Еще почему она может быть полупрозрачная? У нас все куклы из кружев, вот такие красивые в узорах, которые плетет матушка. Поэтому они такие у нас все полупрозрачные, красивые, очень такие воздушные. Сами актеры играют спектакль в брюках и майках. Зрители все равно их не увидят. Как и то, что работать артистам приходится стоя на коленях. Для того, чтобы создать кружевное волшебство, театр «Кукол» купил новый проектор и пульт для программирования спектакля. На техническое оснащение потрачено полмиллиона рублей, 400 тысяч из которых театр получил по гранту Михаила Прохорова. Вот такая сложность, она впервые, наверное, и в стране в театре «Кукол». То есть вот столько технологий, совмещенных в одном спектакле, чтобы создалось чудо. То есть зритель будет смотреть чудо, если не подозревает, что там всего много. И не должен подозревать. Потому что, ну вот когда бывает, иногда в театрах бывает, зритель чувствует, сколько пола-то крови на это потрачено, а чуда не возникает. Так вот здесь как раз чудо, а все скрыто. Дмитрий Сергеевич не только постановщик спектакля, но и главный рассказчик. Именно его голосом будет сказка сказываться. Премьера энергосберегающего спектакля, так в шутку из-за использования экономных диодов, называют свое новое творение кукольники 19 декабря. Когда прозвучат заветные слова. Катись, катись, золотое яблочко, катись, покатись по тарелочке, расскажи нам сказку славную о продолжении в нашем театре. Ксения Еременко, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. К новостям спорта. Первое место в общекомандном зачете по итогам выступления в континентальном Кубке Европы занимает кузбасский лыжник Александр Бессмертных. Благодаря этой победе спортсмен получил право на дополнительную квоту к национальному составу сборной команды России для участия в Кубке Мира. Отмечу, Александр занимает лидирующие позиции и в розыгрыше Кубка страны. Предсезонную проверку в Кирове прошли юные игроки команды Кузбасс-99. На традиционном турнире за призы Федерации хоккея с мячом России кемеровские мальчишки добрались до финала, где уступили хозяевам Кировской родине. Какой сюрприз приготовили серебряным медалистам их родители, узнавала Татьяна Савельева. Торт в виде хоккейной площадки с воротами, а вместо вишенки в центре аппетитного лакомства – оранжевый мяч. Такой вкусный оригинальный сюрприз юным хоккеистам приготовили их родители. Как правило, чаепитие в раздевалке спортсмены устраивают в честь дня рождения, после тренировки. Сегодня занятия нет, а повод для радости имеется. А заслуженным вторым местом хоккеисты довольны. Не играли ни дома, были полные трибуны у команды соперника, давления не хватило, везения. За кубок в Кирове сражалось 10 клубов. В кемеровской команде выступали игроки от 11 до 13 лет. По сути, «Кузбасс-99» – это сборная из сильнейших ребят разных возрастов. Финальный матч стал украшением турнира. Основное время закончилось в ничью 3-3. А в серии пенальти удача улыбнулась кировской родине. Кемеровские хоккеисты привезли домой только серебро. Дети у нас потрясающие. Просто отличная сборная получилась. Этой команде очень многое дано, и они могут больших результатов достигать. Отец одного из игроков Юрий Коленко решил поддержать команду и вместе с ребятами отправился в Киров. Он наблюдал за каждым матчем и видел, как растет уверенность хоккеистов в своих силах от игры к игре. Мы ехали и туда, и обратно на поезде. И у меня было туда два дня на них посмотреть и обратно. Возвращались они уже совсем другими людьми. Они стали значительно взрослее. Они более ответственные, мне кажется, стали. И вот у них появилось очень много планов впереди. Завтра тренировка в 10 часов начало. Все, всем до свидания. Кубок с эмблемой Федерации хоккея с мячом России занял почетное место среди наград воспитанников Кемеровской школы русского хоккея. Возможность пополнить коллекцию трофеев у ребят появится уже в январе будущего года на зональном первенстве страны. Татьяна Савельева, Юрий Кьянов. Новости моего города. Кемеровский дворец зимних видов спорта привлек внимание специалистов из Нижнего Новгорода. Целый день гости посвятили экскурсии по ледовому модулю, задавая вопросы к узбасским коллегам. Причина такого любопытства проста. Через несколько лет в Ульяновске появится своя крытая площадка для русского хоккея, где будет выступать и тренироваться местный клуб «Волга». Сейчас в России только два крытых катка для этого вида спорта. Находятся они в Москве и в Кемерове. Еще один строится в Хабаровске. Но перенять полезный опыт инженеры и инвесторы решили именно в Кузбассе. Понравилось технологическое решение, связанное с использованием холодильной установки для крытого льда и открытого льда. При использовании открытого льда в зимний период времени это снижает колоссальные затраты в пять раз на замораживание льда. То есть, по сути, улица работает на крытый лед. На этом новости с вами не прощаются. Прямо сейчас сюжет о неадекватной реакции на маленькую девочку в рубрике «Тем временем». До встречи на телеканале «Мой город». Тем временем сетевая общественность кипит от возмущения. Шокирующие кадры розыгрышей в гостиничном лифте стали предметом бурного обсуждения. В погоне за зрительским вниманием бразильские телевизионщики превзошли себя. Розыгрыш по-бразильски – это скрытая камера, установленная в лифте, и спрятанная в нише девочка, загримированная под привидение. Видео начинается с того, что беспечных пассажиров лифта провожает до дверей улыбчивая женщина. Лифт отправляется, перебои в освещении вызывают у пассажиров определенный дискомфорт, а когда свет и вовсе гаснет, в лифт проникает бледная девочка в светлом платье с лысой куклой. Свет зажигается, и шерсть розыгрыша видит, что теперь в лифте не одна. Абсолютно все участники розыгрыша – и женщины, и мужчины – пугаются не на шутку, визжат от ужаса и закрывают лицо. Мне кажется странным, что все участники шоу живы и здоровы, а организаторы – на свободе. Это не простой телеюмор, это фактическое применение пыток. Тем временем программа пользуется очевидной популярностью. Всего за неделю на YouTube количество просмотров приближается к 20 миллионам, а в том же гостиничном лифте вслед за девочкой-привидением появился зомби, восстающий из гроба. Крики ужаса постояльцев продолжают веселить бразильских телезрителей. Такие сегодня новости. Ждем ваших сообщений на сайте телеканала «Мой город». А чтобы постоянно быть в курсе событий, подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.